В период подготовки к Паралимпийским играм вся безбарьерная среда города была подготовлена. Но вот прошло полтора года и многие стали нарушать закон об инвалидах. Теперь по требованию главы города все торговые заведения Сочи должны иметь парковочные места и в обязательном порядке парковку для инвалидов. И отличаться она должна большей площадью, поскольку инвалиду на коляске тяжелее садиться в машину. 10% согласно нормы должно быть парковочных мест для инвалидов. И несет ответственность за то, чтобы эти места парковались исключительно инвалидами и за то, чтобы всегда было это место свободным, именно руководитель торгового объекта. Это понятно? Кроме того, будет проверена вся безбарьерная среда. Все дорожки, подъезды, лифты и подъемники должны быть в надлежащем состоянии. Где-то предстоит ремонт, например, в подземных переходах, там, где подъемники были поломаны вандалами. В Сочи вновь предстоит принимать массу иностранных гостей, но теперь уже всемирных игр амбутантов, которые пройдут с 26 сентября по 3 октября. Это то же самое, что паралимпиады. Я до этого говорил о том, что мы обязаны привести всю свою доступную среду до требований стандартов. Мы будем доводить подъемники, остановки. Приведение безбарьерной среды в порядок потребует вновь немало сил и средств. Но то, что построено, необходимо беречь, напоминает всем сочинцам глава курорта. И относиться с пониманием к людям с инвалидностью. От сотрудников полиции Анатолий Пахомов потребовал ужесточить контроль за дорогостоящим оборудованием, которое должно работать, а не ждать очередного ремонта. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.